Январь 2015 года был создан тамблер-блог «Любовное письмо Нагиты Камаэды», фан-сообщество, посвящённое персонажу из визуальной новеллы Данганронпа, собственно, самому Нагите Камаэде. Некоторое количество модераторов, управлявших блогом, отвечали на вопросы и признания людей от лица Нагита и делились мыслями. Но очень скоро позитивная фан-страница превратилась в Кроличу Нару, один из самых настораживающих и зловечих проектов в интернете. Думаю, вы и сами видите, как сквозь время менялся дизайн страницы. Дело в том, что модераторам, заведующим сообществом, разрешено публиковать всё, что они захотят. Именно они, будучи по сей день анонимными, ответственны за трансформацию блога в нечто наподобие исповедальных психопатов. Им как будто бы удалось воссоздать разум Нагита, но без надежды, оставив только глубокое, абсолютное отчаяние. Страница Камаэда Love Mail существует в открытом доступе и ведётся до сих пор. Но начнём разбор с самого начала. То бишь, с января 2015 года. И завершим 2018 годом. Я не буду разбирать каждый пост в блоге. Понятное дело, их слишком много. Кроме того, модераторы Камаэды создавали тревожащие, полупустые, но в то же время содержательные веб-сайты. Я сфокусируюсь именно на них. Камаэда Love Mail был создан и опубликовал свой первый пост 5 января 2015 года, представившись позитивным блогом для рассылки анонимных любовных писем людям от лица Нагиты Камаэды. В течение следующих нескольких недель Камаэда Love Mail публикует множество вдохновляющих сообщений, иллюстрированных спрайтами Камаэды. Блог быстро набирает обороты и получает положительные отклики, и начинает рассылать не только признания, но и отвечать на вопросы людей, предлагая жизненные советы и поддержку. Но среди позитивных постов порой проскакивает нечто странное. В частности, публиковались такие сообщения, как «Операция прошла хорошо», «Животные в зоопарке любят меняемые волосы». Также впервые упоминается некий Грамаэда, когда в одной из публикаций модератор, отвечая подписчику блога, заявляет, что если читатель не может завести друзей, то он и Грамаэда возьмут на себя эту роль. Стоит сказать, что Грамаэда на данный момент является тайным лидером всего сообщества и стоит наверху иерархии среди модераторов. Читателям блога на тот момент это было неизвестно. 2 мая 2015 года в сообществе произошло первое крупное событие. Один из модераторов начинает говорить о том, что ему самому нельзя доверять, и добавляет, к Маэде вообще никогда нельзя было доверять. За короткие пару часов блог заполняется настораживающими постами, полными отчаяния. Появляются мысли о закрытии проекта. Количество модераторов сокращается, и подразумевается, что они становятся единым целым, симбиозом Камаэд, коллективным разумом. Хотя модераторы часто говорят о смерти блога, один из них объясняет, что Камаэда Лавмейл не умрет, и вскоре возродится подобно Фениксу. Давайте еще раз. После вполне позитивного начала, блог понемногу начинает наполняться жутью. Модераторы часто выплескивают неэтичные или просто странные мысли, а в постах находят ссылки на пугающие веб-страницы. Среди модераторов начался разлад. Подписчикам такие изменения не понравились, и пошли разговоры о закрытии блога. Через некоторое время выходит последний пост, призывающий читателей не отчаиваться и жить с Камаэдой в сердце. В заключении поста говорится, «Камаэдоподобные прикроют твою спину, дружище. Не волнуйся, ты будешь в безопасности. До свидания». Кто такие Камаэдоподобные? Это термин, обозначающий всех представителей вида Камаэда. Это существа, не люди, созданные по образу Нагита. Как я понимаю, к ним относятся как сами модераторы блога, потому что, как вы уже могли заметить, каждый из них так или иначе видит себя в образе Нагита, так и некоторые существа, с которыми встретимся позже. После этого блог становится неактивным на год с половиной. В течение этого времени оформление блога меняется на монохромное, а иконкой является изображение Камаэда с надписью «Rest in Peace». В описании указывается, что в блоге нет модераторов. Выше описанные события служат доказательством того, что модераторы блога – это какие-то ролевые игры поехавших людей, отказавшихся от своей человеческой сущности, приняв в себя частичку Камаэды. В августе публикуется пост, объясняющий, что блог находится в стадии разработки, а в выделенных жирным шрифтом буквах можно найти скрытое сообщение. Ждите его. Наконец, мы можем перейти к пугающим веб-сайтам, найденным в блоге. Чтобы вы понимали, все сайты были созданы именно модераторами, и не коллективно, каждый сайт принадлежит кому-то конкретному. Часто не столь важно кому, важно, что это все пишется от их лица. Первой будет страница под названием «Секрет». В ней на черном фоне написано «Я не могу дышать» и больше ничего. Но если посмотреть код страницы, можно найти секретное сообщение «Мы все умрем одинаково». Запомни это. О, великий Камаэда. После этого выходит страница «He loves you» с текстом на черном фоне. Иногда люди спрашивают меня, почему я люблю Нагита так сильно, но ответ прост. У него цепкие пальцы, которыми он хватает предметы, а его кровать сделана из 300 тысяч его волосинок. Страница важна, заполнена повторяющимся текстом. Камаэда, пожалуйста, помоги мне. Я в бегах уже 5 месяцев. Избегаю власти и закона. Я хочу пить. Я голоден. Но больше всего я устал. Я устал убегать, прятаться. Все, чего я хочу, это дом и друга. В то же время, когда появляются все эти обскурные веб-сайты, в блоге начинают появляться новые модераторы. Выходят посты с изображением волос Нагита, отдельно от его головы. А фон блога меняется на изображение обнаженного Камаэды. Модераторы, а вместе с ними и сам блог, начали погружаться в пучины безумия. 7 сентября выходит новая веб-страница под названием Dress. Это игра, в которую нужно одеть Камаэду. Между ним и одеждой есть невидимый белый квадрат, отодвинув который мы найдем секретный костюм под названием «Мальчик с забавными шутками». Судя по надписи справа, это костюм Грамаэды, лидера модераторов. Во всяком случае, именно так он себя и позиционирует. После этого в блоге выходит пост с ссылкой на жуткое видео, в котором некто играется с мочалкой, похожей на волосы Нагита. В конце нам показывают оторванные от спрайта Камаэды волосы, левитирующие в освещенном пространстве. Месяц спустя выходит еще одно подобное видео, на котором все та же мочалка, напоминающая волосы Камаэды, как бы танцует под музыку. Дальше ход событий блога стремительно развивается. В основном это связано со сменой модераторов, которых на тот момент уже было больше 30. Все это напоминает четкую иерархическую структуру, секту, объектом поклонения которой является персонаж визуальной новеллы. Так или иначе, все крутится вокруг внутренних конфликтов между модераторами. Начинается борьба за власть. На какое-то время ранее упомянутый Граммаэда полностью узурпирует сообщество, и в связи с этим меняется дизайн страницы, один безумнее другого. В течение этого срока вышло довольно большое количество обскурных веб-сайтов. Начнем с Hello. Сейчас на сайте изображено два кабана с надписью. На хуя ты это смотришь? Листай дальше. Classified. Теоретически это вырезки из личных переписок между модераторами. Из них можно сделать вывод, что все они либо живут вместе, либо просто контактируют в реальной жизни, и, судя по всему, употребляют грибы, мысли. Это небольшая интерактивная игра. Что Камаэда думает о тебе? Нажми на кнопку, чтобы сгенерировать случайную мысль Камаэды. Варианты ответа бывают разные. От довольно простых, вроде он хочет, чтобы ты сделал свою домашнюю работу, до на прошлую неделю он приклеил свои руки суперклеем к стене. Он не может перестать думать об этом. Но если пытать удачу слишком долго, игра скажет нам. Цени свое здоровье, пока оно еще есть. Не испытывай судьбу. Уходи. Shrink. Нажми на этого ублюдка и заставь его заплатить. С каждым нажатием спрайт Нагита становится все меньше и меньше, а текст под ним троллит нас за то, что убить его не получается. Как только Нагита совсем уменьшится, на черном фоне появится надпись. Прости, что заставила делать за меня грязную работу. Джош. Некий Джош, видимо, еще одна пародия на образ Нагита, появляется из темноты. При нажатии на него появится отрывок из письма, в котором некто очень сильно извиняется перед Джошем. Примерно 3 ноября узурпация сообщества Громаэды заканчивается. В блог начинают вплетаться элементы эзотерики. 14 ноября был создан фетус Хината. По лору это Комаэдоподобное существо, на тот момент являющееся не более чем зародышем. Маленькое, мясистое, бледное существо. На данный момент, в 24 году, Хината вырос и управляет блогом. Но это мы забегаем далеко вперед. Выходит страница рисунок. На первый взгляд, эта страница кажется просто беспорядочным набором текста. Но на самом деле, это два шифра. В результате расшифровки первого, мы получим картинку с надписью. Он не виноват, что его память была стерта. Он просто жаждет снова стать человеком. Расшифровав второй набор символов, мы получим еще одну картинку, на которой изображен Комаэда, с надписью. Надежда опирается на человечество. И на кого другого. Эйсит. Страница имеет плиточный фон, который непрерывно прокручивается вниз. Плитка делится на высококонтрастное изображение торта с высокой насыщенностью, на котором нарисован Комаэда, а его имя написано ниже глазурью. Позже всплывет текст. Интересно, откусили бы вы кусочек? Файт. Небольшая интерактивная игра, где все, что у нас требуется, нажимать на одну кнопку, которая рандомно определит, кто выиграет в битве. Модератор номер 43 или модератор номер 12. Как я уже говорил, модераторов было много, и между ними были некоторые разногласия. Основываясь на моих наблюдениях, рандомайзер заметно накручивает выигрыши 43-му модератору. Скорее всего, эту страницу сделал он сам. He lied. Он солгал. По дизайну, нечто похожее на оригинальный блок Комаэды, но только с одним постом. Привет. Просто небольшое обновление. Прошли годы с тех пор, как я видел его в последний раз. Я так скучаю по нему. Надеюсь, он меня помнит. Я действительно на это надеюсь. На аватарке изображен некий Комаэдус. Указано, что таких Комаэдусов 7. И они управляют этой страницей. О Комаэдусах мы еще вспомним. Bad End. Плохой конец. Белый текст на черном фоне. Я хочу концовку, где Комаэда сворачивается калачиком на полу и ест хлеб. И чтобы на этом сцена закончилась. Как вы поняли, в блоге подобного многозначительного и одновременно пустого сумбура было много. Модераторы любили и до сих пор любят заигрывать с теориями заговора, тайнами древних цивилизаций и тому подобным. В последующих текстах эта страсть будет распространяться эпидемией от сознания одного модератора к другому. Они озабочены. После Рождества один из модераторов публикует несколько постов, в которых рассказывается, как он издевался над волосами Комаэды, бросая их в камин и на землю. Предполагаю, что под волосами имелась в виду та самая мочалка. Через несколько дней появляются посты, в которых говорится о том, что осталось не так много времени. И появляются напоминания о том, что скоро все изменится. Немногим позже выходит несколько веб-страниц, почти все из которых не содержат ничего, кроме настораживающего текста. Так, например, выделяется страница Marsh, где на кровавого красном фоне написано «Она вернется, она вернется». Выходит интерактивная игра Message, симулирующая смс-переписку между модератором блога и его подписчиком. Игрок, очевидно, берет на себя роль подписчика. Модератор сокрушается о своих разорванных отношениях с кем-то, кого очень любил. В начале игрок явно потакает модератору, но ближе к концу обвиняет его и весь блог во лжи и лицемерии. Говорит о том, что все тащит пост, проект и фейк. Модератор отрицает приторность и неправдоподобность блога, а затем делает шокирующее заявление. Он собирается уничтожить Камайда Лавмейл. Игрок сомневается в возможности модератора это провернуть, но тот настроен решительно. «Это любовное письмо, которого вы так ждали», подытоживает модератор. После выхода Message, модератор номер 13 публикует пост, в котором говорится о том, что он не хотел, чтобы все так заканчивалось. Потом, видимо, уже по традиции обещают, что скоро все закончится. В который раз. Когда кто-то спрашивает, закроется ли блог, 13-й модератор отвечает, что все закончилось с того дня, как началось. Как вы уже сами догадались, закрыть блог не получилось. 9 января публикуется сообщение о том, что Камайда Младший умер. И в тот же день нам этого Камайду Младшего показывают. Да, это просто наполненная водой перчатка с нарисованными глазами и ртом. Нас также достаивают честь и узнать несколько интересных фактов о Камайде Младшем. Он жил 46 дней, он постоянно был покрыт слоем слизи, он никогда не выходил на улицу, и «Я плакал, когда он родился». Среди модераторов снова начинается борьба за внимание и власть. Частично из-за большого количества постов. Появляются новые модераторы, один интереснее другого. Например, появился Кок Маэда, что в переводе по сути означает «Куколт Маэда». Второе его имя, кстати, СЖВ Маэда. Вел он себя неприлично и довольно быстро был смещен с должности. За то, что опубликовала два поста, высмеивающие блог и модераторов. Позже выходит страница «Мясо», и это буквально «Мясо». Если много раз на него нажать, вылезет сообщение «Пожалуйста, прекрати, это больно». Органы. На данный момент, мне кажется, одна из самых жутких и дискомфортных страниц. В заглавии текста вынесено изображение внутренних органов человека. Сам текст содержит примерно следующее. Я думал, на органах каждого человека напечатано его лицо. Это странно, не так ли? Примерно в десятых числах февраля тема блога меняется на религиозную, с вратами рая в качестве фона и иконкой Камаэды, обращенной лицом к зрителю. Также, видимо, в противовес высокодуховности начинают появляться частые посты о запорах. Выходит страница 3D, где московские коммунальщики поливают водой улицу после шторма. Интересно, какова была реакция выложившего видео на кучу Камаэд в комментариях? В марте-апреле оформление блога снова меняется. Выходит страница под названием «Горничная». Удивительно, но сначала подписчиков предупреждают о том, что страница сделана ужасно. Несколько раз отговаривают от её посещения. Но, если проявить настойчивость, то перед нами окажется текст на фоне какой-то средневековой фрески. В этом небольшом шизо-рассказе идёт повествование от лица некоего клоуна. В конце клоуна сажают в клетку с ольвом, и он плачет. Позже выходит страница Джунка. На чёрном фоне красным текстом написано «В один день я тебя достану, сука». Речь идёт о Джунке Анашиме, главной антагонистке серии Данганромпа. По сюжету игры Камаэда питал к ней сильную ненависть. И, пожалуй, это одна из немногих страниц, которая хоть как-то связана с лором самой игры. Двенадцатый модератор делится фотографиями зародной Шахинаты, которая сейчас находится в Too Bad Too Beth, общей квартире модераторов. Вот так она выглядит. Это мифическое жилище модераторов. У каждого есть своя собственная комната. Впоследствии мы об этой квартире ещё вспомним. Один из модераторов пишет много безумных постов о том, что Опра Уинфри поселилась внутри него и заставляет его тело болеть. А второй модератор говорит, что съел Фету Схинату, упиваясь ненавистью. А кто-то рассказывает о том, как стать новым Граммаэдой. Более поздние события подсказывают, что это писал как Маэда. А сейчас небольшое лирическое отступление. Как вы сами знаете, ни в одном моём ролике нет рекламы. Так что прорекламирую себя. А именно мой Дискорд-сервер. Почему вам стоит туда зайти? Во-первых, мы стремимся создать все условия для творческого самовыражения участников. Выкладывайте свою музыку, рисунки, да даже рассказы. Я сам лично просматриваю все ваши посты, и мне очень приятно видеть талантливых людей. Во-вторых, здесь вы можете найти себе друга или подругу, со схожими увлечениями. Контингент у нас довольно разношерстный. Так что, если хотите мне что-то высказать или просто поговорить, ищите меня там. 21 марта появляются странные посты, клинописные. Причём эта клинопись сделана из конечности Камаэды. В первом таком посте написано Камаэда. Второй состоит из клинописного знака Бог. А в третьем спрашивается, вы меня видите? Благодаря этому подписчики находят веб-страницу Бог, где на фоне шумерских символов напечатаны клинописные знаки, которые переводятся как Бог и Волосы. Думаю, понимаете, о ком идёт речь. Следующая после этого страница Хэйр содержит в себе гифку летающих волос Камаэда. И текст. Хотел бы я быть песцом в древней Месопотамии, но я родился не в том поколении. Вскоре публикуется изображение волос Камаэда в стиле ветхозаветного ангела. Выходит страница ангел. Перед нами коробка с кодовым замком. Узнав от неё код и открыв коробку, мы услышим чей-то голос, говорящий нам, что мы достойны награды за решение этой небольшой загадки. Перед нами предстаёт клоун Камаэда. Он предлагает свой шарик, а затем у него отваливается нос. Позже выяснилось, что это модератор 428, и он ещё сыграет свою роль в истории. Заигрывание с месопотамской тематикой продолжается. Выходит страница с цитированием Библии и глазом, который следует за вашим курсором. После этого выходит Холлоу, короткая визуальная новелла с участием клоуна Камаэда. Он говорит, что очень любит игрока и просит, чтобы тот дал ему знать, если что-нибудь понадобится. Он заканчивает разговор просьбой. Возьми мой воздушный шарик. Фон застывает, всё становится красно-чёрным, словно запёкшаяся кровь. В блоге клоун Камаэда долгое время взаимодействовал с пользователем Элмер. Элмер принуждает его отрезать свой собственный нос и приготовить его, приказывая модератору затем его съесть. Но тот отказывается. Весь апрель обсуждаются клоунские носы и сам Камаэда-клоун. 20 апреля тема блога меняется, становясь более клоунской. Мод Кокмаэда делает объявление о том, что он впал в спячку и запасает свою энергию для большого события. 28 апреля Камаэда появляется снова. Спрашиваю подписчиков, готовы ли они к вечеринке и какие вообще у них были любимые моменты в сообществе. В 5 утра выходит Final Love Mail. Это небольшое видео, давайте его посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В его руках оказывается зародыш Хината. Он смотрит на Кокмаэду и говорит «мама», прежде чем Кокмаэда поглощает и его. Следующая сцена – вскрытие письма. Кокмаэда обращается непосредственно к зрителю. Он говорит о том, что желает всем лучшего будущего, и описывает, как вырос личностно, отмечая в этом роли других модераторов. Он решает, что блог больше не нужен, заканчивая видео словами. Это последнее любовное письмо. После этого блог временно закрывается. В июне публикуется шокирующий пост о том, что обнаружены новые, тревожащие страницы. Комаэдеус. Мы уже видели с вами страницу с таким же оформлением. Это блог неких семи Комаэдеусов. «Деус» в переводе означает «бог». Дословно «бог Комаэд». Пока что страница пустая, но есть заголовок. Комаэда. Повесть о предательстве. Скоро выйдет. «Эншент Уан». По сути, продолжение прошлой страницы. Здесь всего один пост. С изображением, судя по всему, того самого Комаэдеуса. Текст гласит. Правит 50 легионами в аду. Появляется в виде сгорбленного обнаженного мужчины со спутанными белыми волосами, закрывающими лицо, и длинными ногтями. Сидит на корточках в пещере. Его ягодицы прижимаются к камню. Он распространяет болезни среди людей. Он может вызвать разрушительный голод и стихийные бедствия. Он искусный лжец. Ниже прикреплена фотография пентаграммы. Многие выражают желание возродить Комаэда Лавмейл, в то время как другие просят это все прекратить. В июле появилось больше постов о клоунах. В одном из которых модератор рассказывает о том, как оказаться в ловушке под землей. В конце месяца выходит страница The Seed. Визуальная новелла с участием Комаэдеуса. Нам впервые представляют этого персонажа. Он божество. Он никогда не думал, что его найдут после стольких лет пребывания в пещере. И говорит модератору, за которого мы играем, что хотя он и божество, он не создатель Комаэда подобных. Он упоминает о существовании истинного создателя, их бога. Выяснилось, что Громаэда, хоть и представлял себя богом, но на самом деле им не являлся. В августе выходит, пожалуй, одна из самых жутких страниц. Вы сами видите, что она из себя представляет. В сентябре публикуется страница Jest. Еще одна игра. Первая сцена встречает нас чем-то вроде лестницы в небо. Если нажать по носу рядом с лестницей, появится большая, вытянутая, плавающая голова клоуна. Клоуна зовут Большой Клоун. И при нажатии он начинает трястись, издавая гудящий звук. В октябре блог снова начинает регулярно пополняться постами. И посты становятся все более-более клоунскими. Публикуется комикс 1862, посвященный модератору под номером 1862. По сюжету он вскакивает с постели в 4 утра и видит Комаэдеуса, стоящего у изголовья его кровати. Модератор бросается в тюремную камеру, где был заперт Комаэдеус. И обнаруживает, что замок сломан. На полу он находит письмо со следующим сообщением. Увидимся, сами знаете с кем, сами знаете когда. В конце месяца модераторы сильно увлеклись My Little Pony. И блог принял соответствующую тематику. Выходит страница Баннет. Она содержит стихотворение, темой которого являются похороны модератора. Автор описывает этот процесс с большим презрением. По сюжету стихотворения, священник читает дневник модератора вслух на похоронах. Но на самом деле, модератор в гробу жив и дышит. Однако другие пытаются это игнорировать. Авторы выражают свое недовольство плохими декорациями похоронной процессии. Далее выходит страница Смайт. В первой части страницы перечислены вещи, необходимые для некоего заклинания. Погремушка, фотография ребенка и голубая свеча. Заклинание на час превращает человека в младенца. Далее описан сам ритуал заклинания. Ниже на странице приведен гороскоп для знака Зодиака Девы. В нем говорится о том, что личностные отношения могут быть немного напряженными для них в это время. Тем не менее, им стоит чаще получать удовольствие. Эта строка повторяется пять раз, при этом слово удовольствие искажается. Далее выходит страница Венера. На странице изображено комаэдоподобное существо. Венера. Смотрящая прямо на зрителя. Через какое-то время в нижней части экрана появится кнопка войти. При нажатии нас перекидывает на страницу Mother, где находится таймер обратного отсчета. Установленный на ноль. В заглаве страницы вынесено слово «страсть». И текст, разволнованно предрекающий выравнивание планет Солнечной системы. Когда это произойдет, родится звезда. И три великих приведителя воды затопят Землю. Последней веб-страницей, выпущенной в рамках блога Комаэда Лавмейл, становится флэш. На странице изображена свернувшаяся калачиком Венера с разноцветными зрачками. Справа от нее стихотворение под названием «Благочестивый развратник». В нем куча символов, однако истинные значения все равно остаются неясным. На этом основные события блога заканчиваются. Как я уже сказал, ведется он до сих пор. Но чем глубже мы будем в это углубляться, тем запутаннее все будет становиться. И вы и я просто потеряем нить повествования. Если уже не потеряли. Потому что часто возникает ощущение, что модераторы просто с ничего берут и вводят во вселенную какие-то новые элементы. Комедоподобные, комедеусы, клоуны и так далее, и так далее. Доподлинно разобраться в том, что здесь происходит, мне кажется невозможным. Но прочувствовать эту шизофреническую атмосферу можно. Надеюсь, у меня получилось ее передать. Как я все это вижу? Учитывая, что за 9 лет существования блога, ни один из модераторов так и не был деанонимизирован. И общественность не получила какой-то инсайдерской информации даже от ушедших с поста модераторов. Можно предположить, что да, действительно, ими едва ли движло желание почитпостить в интернете. Вполне возможно, что да, модераторы действительно были обезумевшими фанатиками. Придумавшими свою метавселенную Комед. И вели свою деятельность вполне искренне, да и ведут до сих пор. Спасибо за просмотр. Хочу поблагодарить всех своих бустеров. А в частности, Мистенда, Хуо, Веручка, Тейкноунейм и Джоджо Ичеф. Доброй ночи.